ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мастер, ну, мастер, одна звезда. То есть, прикинь, как меня скинули. Но, слава богу, мы с тобой не в самураях. А все-таки пока еще в сегнах. Ну что, давай будем, наверное, прорыв делать. Своего, так сказать, образа. Вначале мы, наверное, соберем все вот эти вот задания, выполним. Ежедневные. Чтобы нам побольше, как говорится, взять откатов. Хотя они, может быть, нам и не пригодятся сегодня. Но все-таки. Сделаем, чтобы у нас и награда все-таки идет здесь. Какая-никакая, да? Камеру я не стал, друзья мои, подключать. Весь взлохмаченный, как говорится. Взъерошенный. Там себя приводить в порядок. Вот. Пока без нее. Так, ну что, двигаемся дальше. И... Ну, с этими ребятульками мы быстро сейчас раскитаемся. Так, можно, в принципе, даже гранату бросить. Этого будет достаточно. Недостаточно. Вот так вот. Ну что, продвигаемся дальше. Задание выполнили. Забираем награду. Так, и нам нужно, друзья, прокачивать кренга. Конечно же, мы еще не закончили. Навыки. Блин. Четыре, получается, геймпада. Один есть. Так, один есть. Что геймпад, что джойстик. Вот смотри, когда нам нужен джойстик, нам выпадает геймпад. Когда нам нужен геймпад, нам выпадает джойстик. Так что, специально так сделано или что? Я не могу понять. Так, это какой же? Это, по-моему, третий был, да? Нам нужно найти последний. Вот он, последний. Последний у нас. Фу ты, ну ты. Это не последний, оказывается, был. Последний нам еще предстоит найти. Ну где ты, я-то макарил? Выпадает только джойстик. Слышишь? Да ну, хорош. Ты прикинь, я сейчас... Все, у меня, ребят, пицца кончилась. А я так и не нашел последний этот геймпад. Зашибись. Да. Так, поднять уровень персонажа. У нас мутагена хватит для того, чтобы крэнга поднять по уровню. По-моему, хватает сейчас. Да, 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 да. Тютелька в тютельку практически, друзья. Ну что, я поздравляю, что наш крэнг становится 90-м уровнем. Так, ну а мы... Какое еще соединение-то, а? Так, ну а мы переходим на... Кстати, здесь можно будет сейчас быстренько еще... Жетоны поролить. Поехали. Так, нам выпадает здесь кружка. Здесь 2 доллара. Морозильная кошка. О, 35 жетонов. Подожди, а почему 35? Я же... Погоди, погоди, погоди. Мне нужно же 40 было. А-а-а, у меня, видимо, не хватило. У меня не хватило, наверное, в прошлой серии сыра. Я же хотел 40 жетонов-то фармить, а не 30. Сфига ли мы тут остановились-то? Так, хорошо, давай быстренько тогда пробежимся. 35 жетонов, ребят, это не дело. Давай-ка я возьму, наверное, здесь провокацию. Бомбанем. На-тих. Охламоны. Так, с этими тоже нужно как-то быстро справиться. Волна. Предпоследняя у нас тут получается командочка. Давай с гранатомета. Упс. Не упали. Теперь упали. И последняя, пятая волна. Вот она. Ну-ка, давай-ка так попробуем. Слушай, а она еще, оказывается, дебаф вешает. Короче, это, ребят, дебаф. Они не смогут вешать положительные эффекты. Прикольно. Так, ну что, теперь продолжаем. Продолжаем. Мне надо вот этот фармить, а они меня сюда кинут. Во. Совсем много дела. Сколько жетонов? А то 35 они тут вздумали мне давать. Все. Больше, друзья мои, нету сыра. Ну что, остается турнирная арена. Ранг 57. Как ты видишь, лига мастеров. Точнее, лига, блин, сегунов одна звезда. Нифига себе, я уже на мастера базарюсь. И, как видишь, уровень здесь 51-52. То есть, я думаю, что вполне можем справиться, наверное, с своей командой. Ну, например, взять в помощь нам, например, змею Карай. То есть, персонажа, который будет немножко отличаться по силе, который даст нам хоть какое-то небольшое преимущество перед нашим врагом. Так, здесь я, пожалуй, поставлю защиту ДОП. Ага. Так, надо вырубать в первую, ребята, очередь Дони. Почему Дони? Потому что он у нас, ну, хиллер, во-первых. Так. Теперь бросим гранат. Давай, закидывай. Ну и сейчас начнется. Это решает защиту. Угу. Пошли, пошли в разнос. Почему-то бедному Рокулу подоставалось тут. Ну, этот, я думаю, постепенно кердоплится. Давай, наверное, займемся Донателло. Я пробью что его или нет, в конце концов. Не смог. Массовая атака. Твоё налево. Слишком слабенький был постепенный урон. Он не получил, ребята, особого такого повреждения. Что, как говорится, не привело к критической, как говорится, смерти. Давай сюда вот. Да ё-моё. Нет, всё-таки на ранных очень, ребята, сложно драться. Именно, когда по уровню тут небольшой разрыв. Сам прекрасно видел, да? Так, ну что, я, наверное, хочу сегодня, друзья, опять же, добраться до Лиги Мастеров, где мы и были. Я думаю, что это, в принципе, реально. Мы даже можем это немножко ускорить. Процесс, например, возьму Джастина здесь, 80-го уровня. Ну и... За остальных хлопцев. Ну, я тебе скажу, что Джастин... Не знаю, как здесь, но инициатива-то у него, наверное, будет посерьёзнее, чем у этих ребят. У меня даже эти кролики. Вот у кроликов, да, офигенная инициатива. Я уже заметил это. Но урон смешной. Так, ну-ка. Совсем другое дело. Успокойся, Леонардо. Ну-ка. Массуха. Есть. Всё пока идёт замечательно. Ну что же. Продвигаемся дальше. Твою налево. Чуть-чуть не хватило, чтобы перейти всё, вон, две звезды. Ладно, ищем. Ага, вот оно. 15-20 уже тут, как тут. Я возьму, пожалуй, паукуса здесь. И вот этих вот ребят. Ну, смотри, уже... Уже вражеская команда практически нас догнала. Я имею в виду вот этих вот. Паукуса-то понятно. Он идёт как помощник нам. Но с основной командой они, конечно, тут её догнали. И очень могут сейчас навредить нам очень сильно. Да ладно, завязывайте давайте, блин. Чё-то как-то мне не нравится. Хильнуться, наверное, надо всё-таки. Давай хильнёмся, потому что Эйприл в атаке не особо сильно. Так, минус Майки. Этот бросает гранату. Не попал, как ты видишь. Хорошо. Кого нам надо? Наверное, Ваньку в первую очередь. Минус Дуни. И остаётся Шреддер. Всё. Всё, друзья мои. Здесь, слава богу, у нас всё получилось. Мы идём без потерь. Соответственно, должно нормально быть продвижение. Так, Лига Сюгонов 2 звезды. И позиция у нас 79. 14 откатов. То, что вот у нас, конечно, это немножко напрягает. И хочу получить где-то 15-21. Но вряд ли, да? Скорее всего, вряд ли не дадут. Ладно. Берём Макмана. Макмана. Раз, два, три, четыре. У Макмана, я думаю, здесь будет достаточно всего лишь одного этого мусорного урагана. И они все здесь упадут. Тем более, он должен ходить первым. Ну-ка, проверим. Так и есть. То есть, 52 уровень он сносит в лёгкую. А вот 60, к сожалению, нет. Он там может не добить. Так, 55-я позиция. Дайте мне, пожалуйста, 16-21. Есть. Спасибо большое. Берём здесь Бакстера Стокмана. И вот этих вот ребят. Блин, ну как же, а? Как же вот серия-то не записалась вчера, а? Такая прикольная. Так легко мы пошли. Там мы так бустились. Ё-моё. Я ещё там говорил, давно такого буста у нас не было. И на тебе серия не записалась. Точнее, она записалась, но почему-то какая-то ошибка, ребята. Я не мог воспроизвести видео. То есть, ни один плеер не мог её воспроизвести. Я не знаю, с чем связана была эта ошибка. Как бы и по размеру файл был достаточно приличный. То есть, он был похож на то, что действительно записывалось. Но, понимаешь, вот чем отличается ShadowPlay запись от OBS? Если, не дай бог, у тебя перезагрузится компьютер. Не дай бог. Ну так, всякое, да? Или же какой-то сбой будет. OBS-ка не сохранит запись, если ты сам не нажмёшь сохранить. А на ShadowPlay, если такое произойдёт, он может сохранить. То есть, как бы файл сохраняется. Он автоматически его отключает. Вот такая вот ерунда, ребят. Почему я потом и перешёл чисто на ShadowPlay и начал именно на нём записывать. Так, ну что же, вы не даёте мне. Вы же давали 16-20. Вот, 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 об этом я и говорил. Ну что, возьмём тогда Ванька здесь. Ванька пойдёт вот с этими ребятами. Так, сегодня ещё будет, наверное, друзья мои, серия по ХКРке. У меня тут записано, что я сегодня должен поиграть. ХКРка. И обязательно будем сегодня играть в Мифические Легенды. Я всё-таки хочу дойти до новой локации. Соответственно, там, мне кажется, будут и новые открытые бойцы. Соответственно, с новым героем. Так, ну, ещё мы не были с тобой в Юрском парке. Давненько надо будет, наверное, как-то заглянуть туда. И хотелось мне... Мне, кстати, написали сегодня в комментариях. Действительно, ребят, я же в Драконы-Ссаднике Олуха забыл открыть остров. Мы же там открывали и активировали его. А забыть... Открыть за его забыли. Поэтому, может быть, ещё зайдём туда. Я знаю, что там никаких событий нет. Может быть, я это сделаю за кадром. Событий нет, но... Но всё-таки нужно набрать всякие награды и отправить наших драконов, соответственно, на дальнейшие поиски железа. Потому что железо нам нужно для прокачки нашей кузни. Как-то так. Ну что, мы уже, друзья, в Лиге Сёгнов Три Звезды. Слушай, хорошо идём. Хотелось бы, конечно, получить уже 16-22, но это маловероятно. Да, это маловероятно. Поэтому я пока соглашаюсь с их условиями. Возьмём вот этих вот, ребят. И... Вот этих. Потому что, ну, Рафаэль, Донателло и Микеланджело, они по одному, если их брать, ну, как-то не особо. Поэтому я их как бы в одну команду включаю всех. Чтобы они не мешались мне. И, в принципе, был уровень отыгранный. Ну что, здесь просто берём провокацию. Конечно, массовую атаку надо, потому что сейчас морзельная кошка, скорее всего, будет захиливать команду. Скорее всего. Правда, от команды, я думаю, здесь уже мало что останется. Но успевает всё-таки, да? Ладно. Тут не хватило. Не хватило ему силёнок пробить, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Давай-ка валуном попробуем. Да ладно. Ну и остаётся у нас Микеланджело, который, типа, в инвизе стоит, и его, типа, не видно. Спрятался он мне тоже здесь. Всё. Ну что, поехали дальше? Продвигаемся потихоньку. Сейчас мы занимаем 62-ю позицию. 16... Они так и будут мне, да? 16-21. И так до конца. Ладно, фиг с ним. 16-21. И что ты с этим поделаешь? Возьмём Леонардо. Я думаю, здесь его будет одного достаточно. Раз, два, три, четыре. Хотя, бывали такие случаи, что Леонардо не справлялся с 60-ми уровнями и просто фейлился. Я буду всё-таки надеяться, что этого не случится. Так. Есть. Я уже думал, сейчас Бакстер сделает какую-то массовую атаку и... Полетят наши головушки. Ну что, 40-й, наверное, да? Да, дают нам. Да, 40-я позиция. Бойцов всё меньше, меньше, меньше. Так, подожди, возьмём не Крэнга, а возьмём Супер Шредера. Потому что, как ты видишь, 55-х уровней у меня ещё очень-очень много, а они уже перешли на 62-61. Поэтому тут надо, естественно, с Супер Шредером бомбить. Вот, это единственный, короче, который персонаж может... Ну, ещё, конечно, Армагон. Ну, я буду всё-таки отыгрывать, скорее всего, за счёт Супер Шредера. 17-я позиция. Ну, вот уже дают нам 16-22. Опять же, берём Супер Шредера. И... Раз, два, три, четыре. Так, сегодня что у нас за день недели? Вторник, по-моему, если не ошибаюсь, да? Да, вторник. Это получается, что... Среда, четверг я работаю. Пятница у меня выходной. Суббота, воскресенье я работаю. И в понедельник, ребята, у нас... Я... Ну, в понедельник у меня выходной. Соответственно, мы будем буститься. Попадаем на буст. Это хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Да, Лига Мастеров 1 звезда. Прямо как вчера. Но здесь я уже в предвкушении, что мы всё-таки, может быть, даже... Приблизимся к Лиге Мастеров 2 звезды. Хотелось бы так. Потому что, сам понимаешь, два дня рабочих. Не будет времени поиграть. Поэтому сделаем такой небольшой задел себе на будущее. Так, Усаги сможет всех тут рубануть? Ну, по крайней мере, постепенный урон он точно на всех повесил. И это уже хорошо. Это уже большой плюс. Хоп. И ничего не вышло, да? Ну, давай тогда так сделаем. Ага. Ну, эти от постепенки. Конечно же. У Усаги довольно сильная постепенка, да? Как и у Супер Шредера. Поэтому тут переживать не стоило. 73 место. Окей. Так, что у нас уже? Блин, ещё дофига, ребята, бойцов-то. Раз, два, три. Четыре. Ещё дофига бойцов, которых нужно отыграть. Поехали. У них уже 68 уровень. То есть, друзья, они приближаются. Приближаются к тому, что мне придётся уже Супер Шредера брать в подстраховку кого-то ещё с ним. 52-я позиция. Ну-ка. О, 17-23. Ничего себе. Например, Супер Шредер пойдёт у меня вместе с зэком. Раз, два, три. Ну, тут уже осталось чуть-чуть. В 60-х там уже 70-ки пойдут. Хотя у них уже 72 уровень, как ты видел. Так, бросаем бомбочку. Замечательно. Так, теперь шипы. Так, Сплинитер. Добьёшь? Карайка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Куда ты? Вот это вот... Вот это не надо делать. Блин, да что ты будешь делать-то, а? Блин, ладно, попробуем. Рискну. Есть. А то бы мы сейчас с тобой, если бы это, он же... У него контратака. Просто мы ему наносим урон, он как Майки. Ой, как Рафаэль. Он идёт в контратаку. А так как у нас там маленький уровень, мы могли бы с тобой просто сдуться. Давай тогда сделаем следующим образом. Берём Супер Шредер. Возьму здесь Кренга. Раз, два, три. Ох, я надеюсь, что Супер Шредер... Ну, насчёт Супер Шредера-то ладно. Кренг главное, чтобы не подкачал. Чтобы он вовремя успел добить. Так, ну Майки понятно. Ну-ка. Своим лучом. Да. Замечательно. Кстати, когда Бакстар Муха выигрывает, ты заметил, что он пробирку так запускает, как будто он бутылку шампанского открывает. Такс, ну что же. Ещё немножко, ещё чуть-чуть, и мы уже перейдём в новый ранг. Возьмём Супер Шредера. Тут Рокзар. Ну, в принципе, тут есть. И... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Блин. Придётся ещё. Всё. Два поединка, ну... Откаты, ребят. Всё в откаты упирается. Хлоп. И фигня, получается. Что-то ты как-то меня расстроил сейчас, Шредер. Не совсем то, что я от тебя хотел. Давай-ка этого навырубим. И добиваем. Всё. Так, значит, два ещё последних поединка, и... Интересно, на каком мы месте? Да, ребят, поздравляю нас с Лигой Мастеров 2 звезды. Но я думаю, где-то 70-80 позиция у нас, наверное, точно должна быть. Так, возьму Армагона. Возьму Супер Шредера. Раз, два, три. Да, как раз ещё на один поединочек у нас остаётся там бойцов. Так, ну что, давай, влупляем. Блин, ребят, вот такая вот ещё фигня получается у меня. У меня же много этих... Видосиков, да? Например, на разделе жёстком диске-то. Как, например, сегодня я поставил два раза. То есть у меня были уже мифики, да, стояли. Я имею в виду мифические легенды. Я взял сегодня опять же ту же самую серию и поставил. Хорошо, что вы мне пишете, Рэй, типа, посмотри, ты поставил одну и ту же серию. Я смотрю, действительно. А причём я посмотрел у себя в разделе, где у меня готовые видосы лежат. А его там нет, вот этого нового видоса, свежего. Я его удалил. Прикинь. Я подумал, что я его поставил и удалил. Поэтому пришлось заново ставить свои заготовки, вот эти отснятые, на рендеринг. То есть буквально, наверное, через час-другой они уже будут готовы. И, соответственно, ребята, выложу новую серию мификов. Но, помимо новой серии мификов, я сегодня ещё запишу серию. Поэтому получится как бы две серии с разным интервалом. Возможно, свежайшую, которая сегодня будет снята, будет выложена, скорее всего, завтра. Сам уже путаюсь, потому что их очень много. Я тем более выкладываю и сюда, и на Яндекс.Дзен. И как бы сюда на Ютуб выкладываются они быстрее, чем на Яндексе. И поэтому мне приходится их, ребята, немножко задерживать. Видосы постепенно накапливаются, и я начинаю в них путаться. Так, ну что. Друзья, 51-я позиция. Ровно половина, как говорится, третьей звезды Лиги Мастеров. Сегодня, я считаю, что неплохо бустанул. Ну, как бустанул. Подтянулся, можно так сказать. Поэтому увидимся уже, наверное, завтра. Нет, завтра мы вряд ли увидимся. После-после завтра. Вот так, скорее всего, будет. Ну и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.